Дело о вымогательстве журналистов у братьев Магомедовых из Сумы закрыли следствие и суд силовые структуры. 10 часов 55 минут, 15 января 2019 года дело о вымогательстве журналистов у братьев Магомедовых из Сумы закрыли. Зеевудин Магомедов фото, Станислав Красильников, ТАСС полиция прекратила расследование уголовного дела бывшего гендиректора издательской компании Иртформат Евгения Фельдмана и заместителя главного редактора входившего в нее журнала компания Андрея Красавина. Обвинявшихся в вымогательстве 200 тысяч долларов у руководства группы Сума. Об этом во вторник, 15 января, пишет газета «Коммерсант». Следствие продолжалось почти два года, но только сейчас принято решение об отсутствии в действиях фигурантов состава преступления. В постановлении следователь сослался на результаты лингвистической экспертизы, которая была завершена в конце лета 2018 года. Эксперты изучили записи разговоров Фельдмана и Красавина с советником президента Сумы Константином Паниным. Следствие расценивало эти переговоры как основное доказательство факта вымогательства журналистами. Теперь же специалисты пришли к выводу, что в них отсутствуют лингвистические признаки побуждения со стороны Красавина и Фельдмана к передаче денег, в том числе выраженного в форме требования, совмещенного с угрозами. Одновременно с прекращением уголовного дела следователь отменил Фельдману и Красавину меру пресечения в виде подписки о невыезде. Они имеют право на реабилитацию. Прокуратура вернула дело на дополнительное расследование, журналистов освободили под подписку о невыезде. В настоящее время совладельцы группы Сумы Зевудин и Магомед Магомедовы находятся в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве. Сумма похищенных бюджетных средств оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года. Обратная связь с отделом силовые структуры, если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес. Краме Атлентико, Ру. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайтесь.